Итак, с вами привет, с вами Дубга, и мы продолжаем играть за пролетарскую коммуну. Мы, я бы сказал, уже захватили примерно границы Наполеона, наверное, в одно из его, так сказать, времен. Нам не хватает только немножко владений здесь, наверное, но мы сейчас все это добудем. И Астрия, я думаю, тоже скоро должна против нас начать воевать, хотя пока что не воюет. Мы уже готовы перейти в наступление, у нас есть присутство в воздухе, это самое главное. Начнем сейчас на Бельгию нашу атаку, перейдем, думаю, в Нидерланды, ну и плюс выйдем, собственно говоря, в равнины Германии, вот на севере. Стараемся максимально обойти танками все леса, но леса наши будут штурмоваться пехотой. Пехота, в принципе, вроде как уже плюс-минус готова, так что остается лишь дождаться нападения на Бельгию. Поехали! И британцы начали высадку в Нидерландах, кстати говоря, давайте им поможем, как минимум, авиации, верно? Отправим туда наши штурмовики и отправим туда наши истребители. Почему британцам и не помочь? Я не против. Если они смогут там удержаться, а я думаю, с авиацией у них хотя бы есть шансы... Блин, ну, конечно, тяжко-тяжко, а не очень такую суицидальную выставку начали. Хотя вот здесь вот они, допустим, до порта, да, доедут. Посмотрим. Авиация помогает как может. То сейчас как раз с нашей атакой побеги выйдет очень неплохой маневр. Говорит только, что, судя по всему, британцы там не продержатся. И я немножко переставляю уже наши военные заводы, чтобы делать побольше танков. И, собственно говоря, надо поменять было бы уже танковые шаблоны дивизий. В принципе, и сами танки тоже возможно сделать уже подороже. Но давайте заполним сначала эти. И я сделаю, я, пожалуй, как-то вот так, наверное. Ну-ка, мне сразу две нужны ширины. В чем фишка? У меня легких танков пока еще дофига. Их можно пока и закинуть. Ну и вот 600 нам нужно будет средних. Потихоньку тоже их будем укомплектовывать. Думаю, выглядит неплохо. В принципе, опыт у них все еще должен к тому же остаться. Но статы неплохо должны вырасти. Так что пускай сейчас заполнится. Слушайте, тут немецкие линкоры против наших подлодок решают воевать в одиночку. Да, выглядит это не очень удачно для них. Более того, наш флот... Да, во-первых, сюда заходит. Во-вторых, я хотел, чтобы он туда зашел еще. Давайте оставим его вот здесь, наверное. Здесь, можно видеть, много кораблей вражеских, на самом деле, оказывается. Поэтому мы сейчас воевать. А Торрес объявляет новую революцию победоносной. Отлично. И... Можно еще вот эти кнопочки понажимать. Объявят войну Французская Республика. Уже и так нет. Это идеологическая экспансия. Дружеский стран получит вооружение-припасы. Очень круто. Интернационал пока, наверное, необязательно. Но давайте вот это сделаем. Экспорт революции. Ребятам дадим всякие вещи прикольные. И здесь, блин, вот война все стоит. Но по ощущениям синдикаты должны побеждать. Так что, думаю, это просто вопрос времени. Получше говоря, я здесь не туда, куда я хотел бы, чтобы он шел. Нужно встретиться уже с британским флотом. Точнее, с немецким флотом. И вот совместно с британцами мы сейчас его должны развалить. Кстати говоря, уже пора переставить вот это на... Я думаю, вот это. Только у нас нет на это опыта, к сожалению. Ну да. Немецкий флот потихоньку сейчас будет отваливаться. Нашими совместными с британцами усилиями. В Африке успешно идет отступление. Мы уже потихоньку с глубже и глубже заходим. Это прекрасно, конечно. Господи, как здесь много конвоев просто топят. Это жесть, конечно. Я этим очень доволен. Но при этом поддержка войны все еще у них не падает. Но видите, сколько разных бафов на поддержку. Так что, да. Снизить ее, конечно, будет сложновато. Итак, мы уже готовы нападать на Бельгию. Давайте сюда переставляем наши самолеты. И начинаем нашу операцию. Все готовы? Да, вроде как все готовы. Поехали. Нам нужно, может, куда-то еще КБ сформировать. Давайте подумаем. Вообще, наверное, я бы этих ребят добил, честно говоря. Но даже ХЗ. Еще вот здесь вот какой-то альянс будет. Ладно, впадло. Попадаем, в первую очередь, на Бельгию. На штабке все еще, как я и говорил, имеют опыт. Так что, все у нас с ними отлично. Включаем перки. И можно нажать стрелочку, я думаю, даже на вот этих войсках, пожалуй. Все присоединяются. Вся дивизия какая-то очень смешная. Шла в атаку одна. Нет. Но так, вроде все отлично. Авиация начинает работать. Вон, вы видите, какие куски отваливаются от вражеских дивизий от авиации. Можно еще выключить им вот этот приказ, наверное. И отсюда еще лишнюю авиацию сюда накинуть. Я решил пехотой перестать атаковать, а просто танками пройти здесь. Что, британцы начали высаживаться? О, это не вовремя. А наш флот не хочет помочь? Там была вроде битва какая-то. Ну, видимо, не хочет. Ладно. Танки просто разрывают их. С поддержкой еще авиации. Просто шикарно у них все получается. Пробуем капитализировать побыстрее Бельгию. Потом сразу на Нидерланды. И потом уже в саму Германию через север. А вот и битва с немецким флотом, из которой они просто отступили позорно. Ну, ничего нового, немцы. О, и еще одна битва, в которой они уже, я думаю, не сильно много чего успеют отвезти. Урона они тут, да, наполучают сейчас. О, я не поняли. Блин, надо, наверное, как-то это, сотрудничать. Блин, ну, ребята, уже поздновато. Уже Франции нет. У Канада теряла кучу ресурсов. Давайте посмотрим на потери. Вообще, 5 миллионов потери. У Респакта только, только у Респакта, господи. Посмотрите на эти потери цифры. Тоже ребята теряют кучу ресурсов. Ну, блин, наверное, пора сотрудничать. Ну, да. Да, этот флот мы потопили. И тут сразу заходим мы в другую битву, там, где еще один кусок флота. Здесь тоже топим. Выстки опять на Карибах, но это все пыль. Итак, наше Пресосное море точно было закреплено только что. Я думаю, сейчас, несмотря на то, что у них там 20 дивизий, придется авиация в бой нормально. Вот. И я думаю, они должны не успеть все заренфорсить. Но вообще, как будто успевают. Даже странно. Жестко идет битва за Брюссель, но наши танки, конечно, показывают себя превосходно. И мы берем Брюссель, я думаю, да. Кстати говоря, несколько битвов началось за него сразу. За, я так понимаю, прикольных механик парадоксов. Да, мы взяли Брюссель, отлично. Бельгия, в принципе, вот-вот сдастся. Из-за такого количества иконок даже не очень понятно, что происходит. Но, вроде как, мы побеждаем. Параллельно тут мы же бомбим логистику немцев. И, да. Начинаются там некоторые приколы с логистикой. Степенно-постепенно они начнутся загорать. Переделываем уже фронт, чтобы уже все эти три армии в одном фронте были. Может, у Бельгии до этого не было в Рейхсфакте, из-за этого фронта нельзя было сделать. А вот этим ребятам мы, знаете, что сделаем, я думаю. Поставим гарнизон на что-то, что не будет войны. Блин, в Кайзер-Шлизе даже сложно угадать. Блин, вот поставил бы я на Непал, а тут, оказывается, Непал войны, да. Это очень сложно угадать, поэтому на кого? Давайте на Йемен. Надеюсь, Йемен не вступит в войну, но тут, блядь, кто знает, кто знает. И вот так вот будем планирование набирать. Спортной революции сделали, не знаю я, что это кому дало. Но поверим, что что-то очень хорошее и всем. А тут нам даже особо и не осталось ничего делать. Ну давайте всякие вот эти вещи поделаем, наверное, что нам еще делать. И вот, как я и говорил, здесь миллион дивизий, но они просто не успевают реинфорситься. И все. Просто мы занимаем всю ширину, в этой ширине побеждаем, и они не успевают реинфорситься. О, товарищи, смотрите-ка. Да, вот, вот, эти ивенты, давай, смотрите. А сколько доктрины, это мне скидка или им? Сейчас узнаем, подождите-ка. Да это им немножко снаряжения не так много, на самом деле. Очень мало, я бы сказал. Это мне. Так это же имба фокуса на бесплатные доктрины. Блин, прикольно. Ну, мы, конечно, поздно об этом узнали, но что уже поделать. И очень аккуратненько мы выбиваем здесь все. На самом деле, я бы сказал, просто очень слишком аккуратно. С другой стороны, из-за этого мы не несем таких больших потерь, а вот немцы очень большие несут. Работаем чисто танками. Вот и к Бельгии подъехал. Отлично. Можно наши танки переводить сюда, а я бы еще заказал дополнительные танки, типа, ну, а что думать-то? Почему бы и нет? И вот, как я и говорил, вот так вот провинция за провинцией мы пробиваемся, просто пока они не совсем успевают реинфорсить. А у нас-то помните, координация еще и повышенная. Так что вообще очень точно мы хорошо работаем. И сейчас может получиться очень удачное окружение, если меня вот здесь вот не смогут блокировать. А они хотят, и они очень успешно пытаются. Вот здесь вот сейчас все вот эти ребята окажутся окруженными нашими танками. И да, так и получилось. Отлично. То, что их судьба предрешена. Мы буквально никуда не спешим. Очень не спеша, методично захватываем провинции за провинцией. Вот наши танки входят в Амстердам. Как я и говорил, сейчас через Нидерланды пойдем уже в саму Германию. Вопадение Чикаго произошло? Что? Что? Синикаты начали проигрывать эту войну? Вы что, шутите? Давайте отправим в Аташи и давайте, чтобы во-первых видеть, а... Да, у них реально поиск почти не осталось. Что, шутите? Что вы делали? Все, что вы делаете с этими военными заводами? Нужно срочно отправлять им ленд-лис? Что это за чудо происходит? Давайте им... Сколько мне нужно... Поездов. Ну, слушайте. Давайте какие-то казуальные цифры, конечно, отправим. Не сильно много. Да? Ну так. И мне надо, наверное, перейти на производство конвоев. О них... Конвоев много? Но, тем не менее. Я заметил, что у меня мало. Зато. Поэтому, да, что-то как-то они прям очень жизненько воюют. Надо им прям помочь всем, чем можно. Самая главная, наверное, помощь будет в виде шести сотен истребителей наших. Отличных. И двух сотен тормовиков тоже наших отличных. Ну и главное, чтобы это все не перехватили, конечно. Добиваем вот здесь вот окружение. Тибирская армия движется на запад. Что? А, реально. Ну, это уже такая сибирская армия, что, я не знаю, это сибирский отряд, сибирский батальон. В лучшем случае. И либералы объединяют Россию. Демократическая республика родилась, только еще ни с кем не воюют. Ну, нам-то, в принципе, без разницы. Российских рабочих мы тоже в один момент освободим. О, и вот веселье подошло. 32% требований снабжения. Ребята, а что у вас с поездами, так сказать? Как с поездами обстоит вопрос? Я думаю, меняем до конца на средние танки нашей дивизии. И реактивную артиллерию тоже добавляем. Понятно, что у нас минус увеличится. Кажется, что у нас большой. Но по факту нам нужно именно пополнить дивизию вот здесь. Так что там минус, на самом деле, поменьше будет. Ну, начинаем даже уже пехоты, в принципе, покажут на севере. Потому что там не так, что и много войск. Территории для наступления удобные. У немцев проблемы со снабжением начинаются уже просто везде. Потому что поезда закончились, машинок тоже маловато. Ну и удачи им, как бы, в этой игре. И сейчас будем делать неплохое такое окружение. Я думаю, до самого Мюнхена попробуем. На севере тут еще микроокружение получаются. Австралазийский союз. Ого. Конечно, мы приветствуем их. А. Поприветствуем их помощь вот здесь, вот с этим фронтом. Я чувствую, что... Блин, у них есть флот. Ну, такой грустный. Что там по ленд-лизу? Он доставлен был? Все поставлено. Да, на авиас только добрасывается еще. Отлично. Слушайте, ну с ленд-лизом-то как бы должны... Блин, монт-пауэра нету. Вот. А, а здесь уже... Ебать, что тут происходит. Всех под ружье. Они до последнего американца решили эту войну вести. На французское оружие. Ну что ж, ладно. Мы поддержим. Тем более, что здесь еще монт-пауэр поднимется. Доедет авиация, доедут пушки. Все доедет. Я думаю, смогут они что-то с этим сделать. Здесь из-за того, что ЖД долго восстанавливались. Были некоторые проблемы с припасами. Но вот они, по-моему, и закончились. Как раз таки. То есть вот, конечно, еще речку преодолеть будет немножко сложновато. Но в целом для нас все еще очень реально. И не забываем немножко вот так вот на восток. Чуть это окружение подальше пихаем. Чтобы точно его потом не смогли где-то прорвать. Самое интересное, что Австрия все еще не отступила войну. И, блин, я что здесь? Зря дивизии здесь свои держу. Надеюсь, нет. И как же источны вот эти ребята? Ну, что я могу сказать? Эти ребята герои. Слушайте, а что здесь с припасами? Такой вот казуальный вопрос. Это же вряд ли нормально, что у них припасов здесь нет. Давайте мы проведем припасы. Неужели это и было проблемой все это время? Жесть. Представляете, они здесь реально воевали все это время без вообще снабжения. Я вам отвечаю. Вот это настоящие герои. Им буквально, они уже несколько, видимо, месяцев не поступало ничего. Но они продолжали воевать. Ни еда, ни патроны, ничего, ни люди. Но они шли вперед. И успешно при этом. Жесть. Это, конечно, вот герои Франции. Я не знаю, откуда они берут самолеты. Но мы каждый день убиваем по миллион самолетов этих, да? На 1300. И все еще они откуда-то их берут. Жесть. Просто не жалеют пилотов. И вот оно. Наш прорыв этот заканчивается очень большим успехом, судя по всему. Опять-таки, чуть-чуть еще подпушиваем в стороны, чтобы точно прорыв не прорвали. Но уже можно сказать, что все успешно. И вот Австрия поняла. Блядь, пора, пора. Германия почти пала, пора вступать. Ну да, пора вступать. Наверное, было. То есть, вот планирование. А, у нас был... Я понял, план просто сбросился, а планирование все еще есть. Окей, отлично. А, я понял, что случилось. Вот что случилось. Из-за Венеции план сломался. Полностью, причем. Окей, сейчас будем переделывать. Все, я не могу... Я не могу сделать план. И там, и там. Ладно, тогда Венецию капнем. С этого сделаем план. Что еще я могу сделать? Ну и... Теперь... Все еще, на самом деле, они не успеют выйти. Остается буквально несколько провинций до полного окружения немецкой армии в Рейнлэнде. Понесли уже они 7 миллионов потерь в сумме. Сама Германия только 2,6. От нас 1,7. Вен Пауэр там заканчивается. Скоро должны им мобилизацию поднимать. И как будто я не отказалась сотрудничать по дамокловому проекту. И что, совсем? Блин, тогда будем делать проект Кюри, но... Последний, так сказать, тик. Последнюю теху. Блин, что-то я прям загрустил, что это они так отказались. Странно. Ну ладно. А, вот и Россия вступает в войну. Ну да, что Россия, что Австрия немножко с запозданием. Ну, ладно. Прощаем, как говорится. Хотя, в принципе, уже без разницы. Ни на Россию, ни на Австрию. Немецкие войска, вместимые войска Респакта. Там не только немецкие войска. Сейчас принесут просто огромнейшую потерю. Вот здесь вот. Урона, я думаю, будет непоправимой. Нужно только вот здесь вот в горах обрезать им последнее эти снабжения. Да, и вот на Россию вмешивается Велькрик. Раздавлена, как муха. Ну, слушайте, она уже раздавлена, как муха. Я думаю, пора начать вот эту кнопочку нажимать. И давить еще и вот там. А нам нужно вот сюда продавить успешно. Я думаю, мы сможем. И как раз нажмем взлом уже, я думаю, в этот момент. Тоже можно. Да, мы победили в этой битве. Все. Немецкие войска в Рейнландии, можно сказать, уничтожены. Здесь мы взяли Венецию, несмотря на то, что вот эти территории держатся просто жесть как. Но это ни на что не влияет, мы все равно их капаем. И здесь мы можем начать выходить вот сюда. Отлично. Эти ребята получили свое снабжение, слава богу. Мне даже стыдно стало за то, что мы им дороги не провели. Ну, как-то ожидаю, что здесь будут дороги. А дороги, видимо, идут вот через, да, вот эти регионы. Хотя здесь просто не было никаких дорог. Странно, короче говоря. Мы пушим танками уже на Берлин? Не вижу в этом проблем. Здесь же мы просто душим их тем, чем можно. Вообще, надо было бы еще побольше сюда авиации. Хотя, вопрос, здесь все в этом регионе? Не все, надо Нэнси выбить. После этого все точно будет в одном регионе. По крайней мере, авиации здесь должно быть в теории достаточно. Давайте еще на всякий случай закинем, что битв очень много. Нужно, чтобы по максимуму авиация поучаствовала во всех из них. Так, и наш Ленд-Лиз вроде как весь дошел до Америки синдикатской. Здесь они, да, они начали менять призыв. Здесь уменьшили призыв, что? Что-то странное, Тихоокеанские что-то сделали. Видимо, мобилизуются и нормально им. Ну вот, мне кажется, вот это их убило. Бля, до 100% их, наверное, это и убило. Потому что они ничего не производят. Типа, они накинули себе дебаф из-за этого перемирия. Так, а что это такое? Ага. О, мы нашли какого-то контрреволюционера лексимбургского или что? Ну да. Будем допрашивать. Звучит эффективнее, чем просто убить. Ох, ну конечно, да. Тут ситуация такая неприятная. Я чувствую еще и легких танков надо закинуть. Потому что, видите, у них и механа. Потому что у них есть эти дивизии. Короче, 100%, я так подумал, сейчас их убивает вот это говно. Потому что у этих ребят его нету. А нет, тоже есть. Слушайте, тогда... У них других баф есть много. Они что-то там делают. А, ну еще и вот, как бы, да. У них там еженедельные изменения есть. Ну да, да, вот оно. У них там стапка вся выкачалась туда-сюда. А здесь говне все ребята из-за дебафов. Сверху куча бафов здесь. Ну здесь не так куча бафов, но все равно. Тысячая бронесильная. Короче, да. Очень тяжко из-за этого. Ну, мы помогаем как можем. Я думаю, вот эта вот в историю зайдет как рейнская мясорубка, когда в Рейнландии ничего не произошло в 1942 году. И наши, кстати говоря, взяли Берлин. Так что технические капитуляции граммания должна быть уже очень скоро. Произошел крах Рейхспакта. Я вижу, на моих глазах в ВС не заспавнились войска. Ополчение, что-то такое, наверное. Здесь, не знаю, здесь вроде нет. Но вот здесь вот 10 дизи. Только что было заспавнено. Я это видел. Очень странный маневр был. А, ну вот. Крап Белорутене. Блин. Я бы в теории мог здесь что-то собрать. И, наверное, я бы и забрал. Просто что, а потом там сделать марионетку. Более того, я могу добрать не что-то, а, в принципе, все. Потому что у меня слишком много очков. Собранение для слитеринги сферы произошло. Да. А теперь это старская коммуна. Россия, так сказать, не повезла, не фартанула. О. В Рейнландии, кстати говоря, закончила ничего не происходить, как говорится. Да. Потери я только не успел глянуть под конец. Слишком как-то они быстро капнули, к сожалению. Собираю себе. В принципе, я думаю, все. Нас, да, никто не остановит. Отлично. Осталось только добить все некоторые страны. Антанту. И, я думаю, нужно будет, конечно, освободить рабочих России. Так, а вот и Италию мы освободили. Блин, ну Италию как будто мы нормально забрать даже и не сможем. Там, потому что, да, нас южные итальянцы задушат. Ну, мы смогли забрать, на самом деле, близкие к нам территории. А вот и падение Германии, собственно говоря. Мы задушили французы Германию. Падение целой эпохи. Что ж, я думаю, продолжим мы уже в следующей серии. Добьем все это чудо. Осталось его не так много, на самом деле. Плюс-минус. Понятно. Здесь еще очень долго будет война продолжаться. Здесь Антанта. Здесь в Америке тоже война. С России, наверное, нас ожидает война. В общем-то, много еще чего. Ну, все, это следующая серия. Особенно это был топ-гай. Подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий, дискорд, вич. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok